ФСБ задержало в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в Крокусе. Задержали гражданина России и двух иностранных граждан. Они финансировали покупку оружия и автомобиля для совершивших нападения. Против владельцев Крокус-Сити-Холла семя Галаровых потребовали возбудить уголовное дело. В СК поступило новое заявление от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте. Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев Крокус-Сити-Холла, сказал юрист. Речь об уголовной статье производства, хранении, перевозке либо сбыт товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Адвокат отметил, что в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее ей 60, он может противостоять огню не менее часа. Теплоизоляцию занавеса необходимо изготавливать из негорючих материалов. Вся эта информация подлежит проверке для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела в отношении владельца концертного зала Крокус-Сити-Холл, подчеркнул адвокат. Стремительному распространению пожара могли способствовать материалы, которые использовались в ходе отделки зданий. Такое мнение высказал источник в правоохранительных органах. По словам специалиста, горючие и токсичные материалы могли способствовать быстрому распространению огня после поджога здания. Кроме того, подобные материалы выделяют едкий, ядовитый дым. Сейчас специалисты изучают все данные, документы и сертификаты соответствия, предоставленные владельцам Крокус-Сити-Холла.